Мечтай, твори, изобретай! Под таким жизнеутверждающим девизом в Иванове состоялся областной форум одаренных детей. Все они ученики с 8 по 11 класс и в своем юном возрасте в чем-то уже преуспели. Одни добились успехов в учебе, достойно представили регион на всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. Другие покорили вершину спортивного Олимпа. Третьи занимаются творчеством и общественной деятельностью. И так совпало, что именно в этот день вся Россия подводит итоги национального проекта образования. Не случайно мы выбрали площадкой одной из самых креативных, творческих сегодня зон для наших ребят – Кванториум. Он появился в преддверии нацпроекта, но в течение текущего года, мы так говорим, мини-кванториумы, точки роста, центры цифрового гуманитарного профиля появились в 12 сельских школах. И для нас сегодня тоже это итог. Мы в начале большого пути, в следующем году еще 42 точки роста появятся в сельских школах и малых городах. 101 учреждение включится в проект «Цифровая образовательная среда», обновят компьютерное оборудование. Это все то, без чего сегодня очень трудно организовать образовательные процессы, создать ребятам условия для самореализации. Ребят из муниципалитетов ждала большая экскурсия по Кванториуму. Но прежде нужно познакомиться друг с другом. Интерактивные площадки подготовили российское движение школьников и областная ученическая коллегия. Задача их – прийти и познакомиться друг с другом, потому что они в основном вообще друг друга никто абсолютно не знает. А знакомство и общение очень важно. Такие дети, как правило, очень замкнуты в себе, потому что они очень много уделяют время науке, а общения им не хватает. Даже сейчас, когда мы им подошли и сказали, ребят, подойдите, познакомьтесь, они встали и они не могут ничего сказать. А тут мы их начинаем уже с ними взаимодействовать, говорить, типа, ну как тебя зовут, давай вот, типа, знакомься. Они начинают открываться и понимают то, что, в принципе, вокруг него есть тоже люди, такие же, как он, и что с ними можно также общаться. А еще участники форума заполнили вот такие анкеты. Ребята написали немного о себе, чего добились и о чем мечтают, оставили свои контакты, чтобы новым друзьям не теряться. Сейчас многие школьники научились успешно совмещать уроки и общественную деятельность. Проект мы в том году запустили «Будущее создаем сегодня». Это проект на воспитание лидерских качеств, развитие проектов различных. Также в этом году стартовал проект «Разные равные». Это проект на развитие толерантности, ребята учатся правильно общаться и, конечно же, узнавать культуру других народов. В настоящий момент региональный банк одаренных детей насчитывает 1935 человек. Есть представители всех 27 муниципалитетов региона. Екатерина Милошова из родников известная отличница, а вернее умница Ивановской области. Сначала она выиграла региональный финал викторины «Умники и умницы», а в сентябре сыграла уже в московской студии Юрия Вяземского к четвертьфинале. Так как я была абсолютным победителем регионального финала, то мне предоставилось право играть в первый день, и, соответственно, я попала на дорожку. Так сложилось обстоятельство, что я оказалась на окрашенной дорожке, но, в принципе, я так и хотела на ней оказаться. И мне попали достаточно вопросы несложные, которые я как раз-таки и готовила. Ну, плюс еще удача, везение. И, конечно же, я все лето готовилась к этой игре. Вот. И поэтому все сложилось хорошо. Впереди у Кати полуфинал, который запланирован на февраль. На кону – внеконкурсное поступление в НГИМО. Ну, а пока правительство региона вручает девушке специальный знак открытия года. Максим Грасси из Иваново призер Всероссийского этапа Олимпиады школьников по предмету «Итальянский язык». Причем дисциплину эту в его родном 22-м лицее не преподают. Молодой человек готовился самостоятельно. Достичь таких небывалых для региона успехов в «Итальянском» помогли упорство и генетика. Я знаю итальянский язык так, как у меня отец итальянец. И я обучался в Италии несколько лет в детстве, когда был маленьким. А в школе нет? В школе нет итальянского языка, но в школе только английский язык. То есть я готовился сам, читал литературу, смотрел фильмы, все делал сам. Впервые в этом году призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников получают от региона сертификаты на денежные поощрения. Такое решение принял губернатор. Также на сцене Кванториума вручили областные премии «Надежда земли Ивановской». Лауреатами стали 24 человека.